Здравствуйте, уважаемые друзья! По вашей просьбе и просьбе моих друзей и россиян, я хочу вам связать мушку, которая будет работать конкретно по хариусу и у нас по головлю и другой белой рыбе. Для хариуса очень актуально и хорошо работает вот такой вариант гусеницы, которую я уже выкладывал вам в фильмах. Эта гусеница может быть, как этот вариант, значит, была сухой, плавающей, это у нас вариант мокрой, то есть подгруженной, которая идет в толще воды. Рассветки и цвета можно подбирать разные. Мы свяжем сейчас конкретно под определенную нашу рыбалку и под определенную рыбалку, которая находится в вашем регионе реки Лена. Учитывая то, что это реки, поэтому такая приманка должна быть хорошо исполнена и должны быть качественные материалы. Учитывая то, что я стараюсь изготовить для вас, показать, какие материалы можно заменить, мы сегодня сможем с вами полностью заменить те материалы, на которые возможно. Вот я, как уже показывал в одном из фильмов о даббинге, существует вот такая пряжа, разные наборы, она штапельная, идет волокном. Вот я вам показал те цвета, которые актуальны. Белый, персиковый, оранжевый, коричневый, болотный, желтый вот такой вот канареечный цвет. Это все цвета актуальны для рыбалки, допустим, сахариусом, но на реках. Если нет у вас возможности, вот продается такая пряжа, которая вроде бы как с ангорой, но я бы не сказал, что здесь находится ангора. Что-то здесь непонятное, какая-то синтетика. Из нее тоже можно изготавливать. Учитывая то, что наша мушка, которую мы сегодня будем изготавливать, не имеет таких внушительных габаритов, нам понадобится несколько другой материал. Поэтому я взял крючок, как обычно, вот фирмы Страйк, но я взял 14 номер. Желательно его начинать вязать 8, 10 до 16, в зависимости от того, какая рыба, на какую рыбу вы будете охотиться. И в качестве тела я буду использовать обыкновенную вот такую акриловую синтетическую нить, которая, как вы видите, мне подходит по толщине моей нимфы, которую мы будем изготавливать. И понадобится нам с вами вот такое перышко Гризли, которое находится в седле у петуха. Как вы видите, по качеству перо для меня, допустим, не совсем подходит на сухие мушки, потому что нет той стекловидности, не та градация и качество, которая мне необходима на сухие. Поэтому я спокойно их использую в разные нимфы. Давайте приступим. Установили латунную бусинку, как обычно, и огрузил я, насколько возможно, свинцом приблизительно диаметром где-то 0,25-0,28. И заправил свинец в шарик. Нить можно использовать любую, потому что наша нить практически будет вся скрыта телом. Я беру, как обычно, белую нить, которая у меня как вспомогательная для выравнивания тела. Закрепил ее поверх свинца, довожу до окончания свинца. Здесь останавливаемся и начнем с вами крепить элементы. Нам желательно с вами изготовить до загиба более-менее симпатичное тело. По тому, как у нас будут идти материалы, мы сперва закрепим с вами закрепим с вами перо, подведем к загибу. В какую сторону будут идти бородки пера, это не имеет значения, потому что для нас главное, чтобы была хорошая лохматость нашей мушки. Сразу, для того, чтобы наша мушка служила долго, я во всех стараюсь использовать клей, а для хариуса особенно. Так же, как и наш окунь, потрепет очень хорошо. И берем сразу же здесь, закрепим прядь, так, чтобы она ложилась у нас вровень с нашим свинцом. Подхватили. И теперь уже возвращаясь с нашей ниткой обратно, мы должны остановиться в той точке, где у нас будет начинаться изготавливаться тело. И буквально совсем-совсем немножко выровняем все наши неровности. и предойдем нашей ниткой до шарика. Небольшую создадим конусность. Подровняли тело. И теперь я беру нашу нить, из которой будем изготавливать мы тело. Делаю один полный оборот у перышка. И аккуратно вот так, даже не уводя ни бородки, ни ворсинки, ничего. Предварительно, конечно, мы немножко промазали не сильно клеем. Дошли буквально вот, не доходя 1-2 миллиметра до нашего шарика. Так как нить у меня длинная, я здесь сделаю один оборот нашим узловязым. Отрезали. У шарика крепим нить, которую будем завершать нашу мушку. Желательно, конечно, чтобы она была светлая. Но так как я сейчас взял такую, будет такая. И теперь, как всегда, я для того, чтобы не портить зря элементы, которые блестящие, вот такие, я беру совсем немножечко, вот так, поверх нашей мушки наношу. Вот так, прожимая даже. И при намотке нашего пера мы все буквально с вами закрепим. Я беру вот такой спектродаббинг. С наборов, с чего угодно, оттенок и цвет подберете для себя сами. И выбираем себе шаг, с которым мы будем производить обмотку. Начинаем выполнять обмотку нашим пером. Как я уже говорил, желательно подобрать так, чтобы перышко у нас было по бородкам, не сильно превышало загиб. Есть еще один вариант изготовления. Это я вам потом уже покажу. можно спокойно будет все эти бородки взять, подстричь, подрезать, то есть придать им ту величину, которая нам необходима. Доходим до нашего шарика и здесь буквально выполняем один оборот. Закрепили. Чтобы 10 раз не мотать, как всегда, я на нить нанесу капельку клея. Уведем немножко бородки, дабы их нам не подмочить нашим клеем. И все. Так как нить у меня на клею, я беру, просто отрезаю нить и теперь убираем наше перышко. Вот в нашем варианте вышел вот такой, вроде бы, чересчур лохматый, но в воде, как вы потом уже убедитесь, достаточно эти бородки будут слипшиеся и напоминать нам в основном ручейника. Величину, как я уже говорил, можно спокойно потом взять, если для вас не устраивает, можно взять и, допустим, подстричь наши спокойно бородки, чтобы они подходили под загиб нашего крючка. и, как вы видите, быстро и наша уловистая вот такая приманочка готова к работе. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok